Доктор Грегри Хаус Никакого дела, что о нем думают. Можно, конечно, сказать, это потому, что он социопат, но ему не просто плевать, что о нем думают, что он плохой человек. Ему было бы так же плевать, если бы все считали его хорошим. Он был бы счастлив, даже если бы сделал что-то хорошее, и никто об этом не знал. И как вы себя чувствуете? Намного лучше, спасибо. Вы доктор Хаус? Думала это мужчина, но... Нет. Поблагодарите его за меня. Хорошо. Так мне прекратить лечение, босс? Тебе повезло. Супер. Таких, как он, очень тяжело и любить, и ненавидеть тоже. Потому что он говорит вслух не только то, что сам думает, но и то, о чем мы все думаем. Этот герой не требующий и не жаждущий нашего сочувствия. Он в некотором смысле сильный персонаж. Такой, которому в сложной ситуации обычный человек-пациент обратится за советом и поддержкой. Как это ни странно. Я просто хочу умереть с достоинством. Так не бывает. Наши тела ломаются порой, когда нам за 90, порой еще до рождения, но это всегда происходит, и в этом нет никакого достоинства. Мне плевать, можете ли выходить, видеть, зад себя подтирать. Болезнь всегда уродлива, всегда. С достоинством можно жить, но с ним нельзя умереть. Для меня все было очевидно. Он вошел, и я сразу понял, а это хаос. Он ни разу ни на йоту не утратил своего сволочизма, и при этом оставался полон глубочайшего сочувствия. Сценаристы просто счастливы. Он может войти в невероятно драматичную и тяжелейшую сцену и пошутить в самый кульминационный момент, не потеряв накала сцены. Так что сценарист может делать с этим персонажем что угодно, тогда как с менее сильным актером пришлось бы больше уточнять, и работать было бы труднее, и результат был бы намного менее интересным. А как же выборы? Если они узнают, что мне делали биопсию мозга. От этого бывают п-п-п-п-попреждения мозга, а вы о выборах переживаете. Одна из приятных сторон, что я словно тяну канат с обеих сторон. Это огромное удовольствие. Такое нечасто бывает. Но приятнее всего вот что. Все почти как в жизни. Доброе утро, доктор Хаус. Доброе утро, доктор Кадди. Вот это прикид. Говорит, да, я профессионал, но я еще и женщина. Вообще-то вторую часть он просто вопит. Да, твоей огромной трости совсем незаметно. Мне пора. Мотор. Мне прислали первые три эпизода посмотреть. И я их все сразу посмотрела. И у меня чуть разрыва сердца не было. Такие они были напряженные. И меня так впечатлил Хью Лори и его образ Хауза. И я подумала, ого, этот парень великий комик. Он идиосинкразивен. Спонтанен. И я подумала, боже, я должна быть в этом сериале. Что сказать, девчонки без зубов меня заводят. Но это же просто отвратительно. Люди обычно представляют себе врачей вежливыми, милыми, спокойными. Всегда ответят, всегда помогут, объяснят, поддержат. А Хаус не такой. Хотела сказать, что я знаю, что вы сделали все, что могли. А я и без твоих подтверждений знаю, что хорошо работаю. Это твоя проблема, а не моя. Это просто любезность. Ясно. Можешь так больше не делать. Он человек, который пойдет на все, чтобы доказать свою правоту, чтобы получить то, что хочет. Даже если это означает, что нужно быть совершенно неэтичным и... и наплевать на все нормы морали. Он пойдет на это, потому что считает, что ему виднее. Чейс, интубируй. У него отказ от реанимации. КОНЕЦ